ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вступили в силу поправки, согласно которым страховые компании могут индивидуально подходить к формированию стоимости полиса автогражданки. Теперь учитываются семейные положения водителя, наличие детей, штрафов и другие факторы. Как сообщалось ранее, список критериев страховщики должны опубликовать на своих сайтах. Кроме того, тарифный коридор расширен на 10%. Минимальная стоимость ОСАГО на один год 2471 рубль. Максимальная почти 5,5 тысяч. ТРАССА СТО ОДИН Форд Фокус, Хёнде Солярис и Киа Рио. Вот тройка самых покупаемых легковых автомобилей на вторичном рынке в России в конце лета. В целом спрос на поддержанные авто в августе, по данным агентства Автостад, вырос. Разница с последним месяцем лета 2019-го плюс 10%. Эксперты объясняют это в том числе снятием ограничительных мер из-за коронавируса. Что касается самых популярных марок на рынке авто с пробегом, то тут первое место принадлежит Ладе. Далее идут Киа и Тойота. ТРАССА СТО ОДИН В Петербурге стартовал выпуск обновленного Киа Рио. У седана, в частности, изменились решетка радиатора, передняя оптика и бамперы. Седан будет комплектоваться теми же бензиновыми моторами объемом 1,4 либо 1,6, мощностью 100 или 123 лошадиные силы соответственно. Трансмиссия, шестиступенчатая механика, либо шестидиапазонный автомат. Стоимость рестайлингового Рио пока неизвестна. За текущую версию просят минимум 805 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Составлен рейтинг стран по степени их готовности к массовому внедрению электромобилей. Результат России, мягко говоря, скромный. 23 место из 25 возможных. Мы смогли обогнать только Индию и Бразилию. На первых трех строчках разместились Нидерланды, Норвегия и Швеция. При формировании перечня учитывались такие факторы, как число зарегистрированных электрокаров, количество зарядных станций, объем инвестиций в эту сферу, готовность самих людей покупать зеленые автомобили. ТРАССА СТО ОДИН Скручивание пробега у машин – явление не только российское. Грешат этим и продавцы поддержанных авто в Великобритании. Несмотря на то, что там это законодательно запрещено. По данным британских экспертов, мухляж с пробегом характерен примерно для каждого пятнадцатого транспортного средства. Интересно, что чаще всего это касается французских марок – Ситроен, Рено и Пежо. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова